Всем средневековым привет, с вами его высочество Герон, которые наконец-то сделали... Ай, мой геральдический флаг, вы посмотрите на эту красоту. Сегодня мы поговорим о боевом вооружении и броне Сынниковья. О да, господа, сегодня у нас великий и эпический обзор на мод Battle Gear. Да-да-да-да, тот самый, в котором можно держать оружие в двух руках. Плюс здесь есть куча собственного оружия, которое имеет свои собственные особенности. Все это сделано, ребят, с огромнейшим закусом под реализм. Давайте обо всем по порядку. Нет, это обалденные ощущения. У меня оружие в двух руках. Еееей, я крут, невероятно. Да-да-да-да. Первое, с чего мы начнем погружение в волшебный мир Сынникова в фэнтези. Или в фэнтези Сынникова, неважно. Это с топоров. Топоры бывают пяти типов. Деревянные, каменные, железные, золотые и алмазные. Крафтятся они очень просто. Например, деревянные крафтятся из досок и палочек посередине. Все остальные пять крафтятся аналогичным образом, с той разницей, что используются разные материалы. Самая главная особенность этих топоров в том, что в принципе, в основном они бьют значительно слабее по обычным мобам, чем мечи. Но они гораздо лучше бьют по бронированным целям. Давайте разберем на примере. Возьмем железный топор, который имеет такой же урон, как обычный деревянный меч. Но давайте мы посмотрим на этом бронированном зомби, который мне с большим трудом удалось заспавнить. Бьем его мечом. Три урона. Да, три урона получаем стабильно. Если бить топором его, то он будет наносить уже по четыре или даже по пять единиц урона, что довольно неплохо. На самом деле, конечно, на первый взгляд, это совершенно непрактичное оружие в ГОЖе. Так ли часто вы встретите мобов в броне? Но здесь есть важный нюанс. Это же оружие можно использовать в PvP, то есть против других игроков. И здесь вам топоры очень сильно пригодятся. Дальше в нашем повествовании идут всевозможные дубины, которых у нас аж пять типов. Деревянные, каменные, железные, золотые и алмазные. Выглядят они вот таким образом. Слушайте, каменные, вот эта деревянная дубина выглядит как дубина соединяйковой. Дайте, посмотрю с той стороны. Ууу, классно. Дальше. Смотрите, как они крафтятся. Здесь выкладывается четыре материала. Например, для каменной это будет булыжник, для золота это будет золото, а для алмазной — алмазы. Ничего сложного. Так вот, самое главное свойство в том, что они создают шок у ваших врагов. Или оглушение, называйте как хотите. Но, суть этого оглушения проста. С определенной вероятностью, когда вы бьете противника, он получает следующие эффекты. Давайте я вам сейчас покажу на големах. Так, ну-ка иди сюда. Жертва поближе. Пока не очень удачно получается. Вот, накладывается замедление, слабость, тошнота и слепота на несколько секунд. Вот так выглядит оглушение в этом замечательном моде. На первый взгляд, копия предназначена для того, чтобы меня тает на расстояние. На самом деле, это не так. Копия бывает пяти типов. Деревянные, каменные, железные, золотые и алмазные. Давайте мы посмотрим на их прочность. У деревянной прочность у нас... Какая у нас прочность? 60. У каменных — 132. Железные — 250. У золотых — 26. И алмазные — 1500. В общем-то, стандартно. Дальше начинается самое интересное. В отличие от других видов оружия, копия позволяет вам атаковать ваших врагов на гораздо большем расстоянии. То есть, вы сможете дотянуться до вашего врага на большем расстоянии. Вот так вот, например. Вы гляньте, как далеко я отстаю от големов, но при этом я все равно дотягиваюсь до них. Что довольно удобно. Они прекрасно сочетаются со щитами. Также самое интересное, она наносит повышенный урон на ваших жертв, если они катаются на лошадях. Ну, или на ослах, или на каких-то других вьючих животных. Или не вьючие животные. Нет, это у нас не вьючие животные, это другие животные. Ездовые. А? Големы, вы что? Я же самый добрый ютубер на свете. Как вы меня посмели вообще? Хоть... Ааа... Черт. Ну, а теперь давайте вспомним историю. Какие... Какое оружие использовали наемные убийцы в Средневекове? А? А? Знаете? Вася? Петя? Где ваши догадки? Не смотрите на меня такими жадными глазами. Так вот. Конечно же кинжалы. Кинжалы бывают тоже пяти типов. Это у нас камень. Вот это деревянные, каменные, железные, золотые, алмазные, ну и так далее. Вы поняли. Крафтятся они очень просто. Одна палочка и материал вот здесь лежит. Например, алмазный. Они наоборот. С их помощью можно бить жертву, только если вы к ней подаете едва ли не вплотную. Давайте мы попробуем вот на этом ничего не подозревающем осле. Как видите, мне нужно подойти почти на расстояние чуть ли не два блока, чтобы его ударить. Три блока я уже не достаю. Мечка с мечом, короче говоря, доставать до ваших врагов будет намного-много проще. И там, по-моему, скелет меня пытается убить. Но это не важно. Также он вроде бы чисто теоретически должен носить урон со спины гораздо больше. Но сколько я тут не прыгал и не бегал вокруг големов, жителей и так далее, ребят, урон с любых сторон абсолютно одинаковый. Возможно, это работает на других игроках. Давайте двинемся дальше. Ах да, и самая главная новость. С их помощью можно носить удары намного быстрее. Например, здесь в 50 раз, на 50% чаще он будет носить уроны, чем обычное оружие. Что, в принципе, чрезвычайно может быть удобным и полезным, если вы отбиваетесь от разъединенной толпы врагов, которая вас окружила со всех сторон. Тактика, господа, тактика здесь рулит. Ха-ха. Ну а еще здесь есть щиты. Целых пять штук. Деревянные, кожаные, железные, золотые и алмазные. Крафтятся они немножко по-разному. Давайте я вам покажу на примере. Это значит, что вот так крафтятся деревянные. Вот так вот у нас кожаные, вот так вот железные, вот так вот из золота и вот так вот алмазные. Самый лучший щит это алмазные. Они отличаются только тем, насколько времени вы сможете ставить блок. То есть самый бестолковый это деревянные. Он дает вам защиту только на одну секунду. Давайте я вам покажу, как это работает более подробно. Во-первых, мы открываем вашу менюшечку. Вот сюда ставим щит и погнали. Зажимаете правую кнопку мышки или левую, в зависимости от того, в какой вы слот положили щит, и он начинает работать. В тот момент, когда вы ставите блок, вы, в общем-то, недоступны, вы не получаете урон. Давайте попробуем на големах. Так, да что же, я тебя сегодня достать не могу, деятель. Красавчик, иди сюда. Секунду. Так, а давайте еще раз попробуем. Вот так. Слышите звук? Он сломал мой щит. Через некоторое время щит восстанавливается. Как видите, восстановилась голубая полоска у меня в центре, внизу по экрану. И я теперь снова могу ставить щит. И к тому же, он теряет при этом прочность. Но, в принципе, способен вам спасти жизнь в трудной ситуации. Только главное, ребята, это сноровка при его использовании. Во-время его ставить. Потому что, да, возможность ставить блок, она очень быстро пропадает. Главное, уловить момент. Также здесь появился новый способ изготовления вашей кольчужной брони. На самом деле, в ванильной Майнкрафте ее вообще никак нельзя скрафтить. Для этого вы берете два обыкновенных железных слитка. Я сказал железных слитка. А не то, что вы мне дали. Ха-ха. И выкладываем их вот так вот. И получаем сразу три цепочки. Из этих цепочек вы выкладываете вполне себе стандартные рецепты для получения разных кольчужных одежды. Вот это у нас шлем. Вот это у нас вот так вот крафтятся штаны. Вот так вот у нас выкладывается броня. И вот так вот ботинки. Ничего сложного. Все просто и понятно. Также здесь из меня система работает с обыкновенными луками. Это довольно, ребята, очень занятно. Во-первых, здесь есть специальный колчан для стрел, который крафтится просто из семи кусков кожи вот таким образом. Также его можно красить в разные цвета. Например, в зеленый. Точно так же, как обыкновенную кожаную броню. Также в него влезает аж четыре замечательных стака замечательных стрел. Чувствуете, какая это автология на тавтологии. Ха-ха. Ладно, шучу. И вот таким образом его можно зарядить полностью на четыре слота. Дальше начинается, ребята, самое интересное. Бьем в руки лук. И выйдете вверху, у меня по центру экрана появились специальные слоты, которые отображаются, какими стрелами я сейчас буду стрелять. По умолчанию я, конечно, стреляю теми стрелами, которые у меня есть сейчас в колчании. И вот так вот стреляем. И они тратятся. Но, поскольку стрелы здесь есть самых разных типов, то вы можете выбирать, каким видом стрел вам стрелять в данный момент. То есть вы можете выбрать, из какого слота вы будете тратить стрелы. То есть это очень удобно, если эти стрелы разных видов. Для этого вы просто нажимаете кнопочку Z. Но если кнопочка Z не работает, то возможно, что она уже занята другим модом. Для этого заходите в настройки, выбираете здесь кнопочку управления и вот здесь проматываете, ищите, кто у вас еще использует кнопочку Z. Такие вот дела. Окей, двигаемся дальше. А еще здесь есть разные виды стрел. Давайте разберем, посмотрим на них. Во-первых, это телепортационные эндер стрелы, которые делаются очень просто. С помощью жемчуга эндера и стрелы, которые позволят вам телепортироваться. Поджигающие стрелы, которые делаются вот таким образом. Специальные острые стрелы, которые по идее должны наносить повышенный урон. И личные стрелы, которые позволяют вам получать жизненную силу из ваших врагов. Но учитывая, что для крафта таких стрел вам нужно тратить слезу гаста, то да, я вам не завидую. Хотя никто вам не запрещает использовать замечательные зачарования Infinity, которые позволяют вам использовать одну стрелу довольно долго. Так что вполне себе оправданно. Так, сначала мы сюда кладем эндер стрелы, теперь огненные стрелы и так далее. Так, ну что, погнали. Эндер стрелы. Нет, да, действительно телепортация, поэтому я получаю урон. И огненные стрелы. Просто поджигают. Главное, ничего себе, хороший урон, надо сказать. Острые стрелы. На полные. Ничего себе, урончик. Еще и рикошетом отлетают. Угу, так и есть. Они замечательно рикошетят. Прекрасное оружие для того, чтобы использовать против толпы врагов. Дальше у нас идет дичь. Стрела. Еще и слабость накладывает, помимо всего прочего, на несколько секунд. Прекрасно. У меня плохая новость. Внезапно выяснилось, что скелеты могут использовать все эти вот эти замечательные стрелы. Вы посмотрите на этих красавчиков, которые меня убили разрывными стрелами. Просто вынесли ее в счет. Видите? Ага. Они теперь ходят с колчанами. С нормальными арбалетами, луками и так далее. Слушайте, по-моему, они решили моими колчанами попользоваться. Которые я тут случайно выбросил. Ну молодцы, че? Разнесли всю студию. Ребят, не мог не поделиться радостью. А нет, ребята, они спавнятся такими. С кастомными стрелами. Хорошо вооруженные. Обалденно. Да, они такими и спавнятся. Какая прелесть. Ой, блин. Хардкор. Но мы продолжаем смотреть, что здесь вкусно. Во-первых, есть мистические стрелы, которые делаются с использованием печенек и стрел. Ядовитые, с использованием адской звезды. Да, на каждую стрелу. Да, они безумно дорогие. И разрывные порох и стрела. Окей. Пробуем мистические стрелы. И ничего не происходит. А, ими можно стрелять сквозь врагов. Как забавно. Ха-ха-ха. Ладно, окей. Ядовитые отравляющие стрелы. Но тут, ребята, только совет, только один используйте такое зачарование на луках, как инфинити. Чтоб случайно не потерять такую дорогостоящую стрелу. И разрывные. Нифига себе взрыв. Обалденно. Причем вред наносит больше окружающей среде, нежели живым существам. Ну, а теперь давайте я вам расскажу, как работают здесь флаги. Те самые, которые я вам показывал в самом начале ролика. Во-первых, все, что вам нужно, это, конечно же, шест, на который вы будете водружать. Здесь есть несколько вариантов. Дубовые, какие-то вишневые, березы, джунглевые, железные, акацевые и из темного дуба. Крашатся они вот таким образом. Ну, а железные вот таким образом. Честно говоря, вы поняли мысль. Давайте мы попробуем сегодня железные. Вставите два блока или три блока, или сколько вам там блоков нужно. И, конечно же, лучше всего вставить было вон туда. Ну, да ладно. Дальше вам понадобится залезть в креативную менюшечку и достать отсюда героидическую иконку. Которая выглядит вот таким образом. Дальше вы нажимаете правую кнопку мышки и заходите в специальное менюшку. Здесь вы можете заняться рисованием. Здесь можно заливку сделать вот так вот, например. После того, как вы внесли сюда все необходимые изменения, не забывайте нажать на кнопочку Save. Ну, неважно. Давайте вот так сделаем, например. Также здесь можно рисовать разные текстуры, писать текст и так далее. Также вы можете загружать просто ваши картинки. Причем в файл дойдет обыкновенная PNG или BMP, по-моему. И все. Дальше нажимаете просто кнопочку готово. И правой кнопкой мышки кликайте получившимся флагом куда-нибудь нашествую. Например, вот так вот. И у нас появился черный флаг. Великолепно. Таким же образом я, кстати, сделал вот такой флаг со своим логотипчиком. Можно сделать с прозрачным фоном, можно сделать с синим фоном и так далее. Как угодно. Но, как говорится, доступно это, ребят, только в креативных. В креативе, к сожалению. Так что, да. Почему-то пока что это устроено вот таким образом. А теперь давайте я вас научу, как пользоваться двуручным оружием. Для начала вы открываете менюшечку и нажимаете здесь на специальную кнопочку BG. Дальше вы кладете сюда, например, щит в правый слот и оружие в левый слот. И оружие можно, кстати, вносить в двух руках. Вам это никто не запрещает. Например, вот так вот. Ну, например, для того, чтобы заложить, наложить, использовать мечи с разными зачарованиями. Один меч на откидывание, а другой меч, например, на поджигание или лутинг. Например. Я не знаю, для чего это может понадобиться. Дальше вы нажимаете кнопочку R, английскую, и переходите в специальный двуручный режим. Выглядит это вот таким образом. У вас появляются две руки и возможность выбирать одну из двух пар. Здесь можно, получается, носить с собой три пара оружия, которые вы можете выбирать просто по прокручиванию колесико мышки. Теперь самое интересное. То, что находится слева у вас, активируется правой кнопкой мышки. А то, что находится справой, активируется левой кнопкой мышки. Вот это у нас левая кнопка мышки, а вот это правая. Как это ни странно. Ну и со стороны это тоже выглядит крайне неплохо. Если вы выходите из двуручного оружия, вы сможете снова, как обычно, пользоваться теми предметами, которые находятся у вас в этой части инвентаря. Но при этом у вас все равно остается прикольная анимация. У меня, по-моему, отображается меч. Ну-ка. Ну-ка. Да, и на спине еще щит появляется. Красота. Да и только. Ну, на этом все, дорогие друзья. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И вы не будете говорить о том, что это упоротый мод. А? Я же верю вас. А также вы можете подписаться, поставить лайк и позвать друзей. До новых встреч, друзья. Всем пока. Нет, лайк мало.